Всем привет-привет, мои дорогие любимые подписчики, гости моего канала. Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня хочу сделать для вас небольшой расклад, неутомительный, на несколько карт, на тему, что он думает о вас, когда вы не вместе. Когда в разлуке, в расставании, либо просто вы с ним на расстоянии, сейчас, либо вообще у вас, допустим, интернет-роман. Либо вы сегодня встретились, были страстные отношения, там, я не знаю, ночь, день любви, а потом мужчина уехал, ушел куда-то в свое место жительства, либо уехал от вас, либо еще что-то. Вот что он думает о вас, когда он не рядом с вами? Использовать хочу сегодня колоду Таро Безумной Луны, и давайте посмотрим эту тему. Вытащу несколько арканов, несколько карт, и посмотрим, что же этот мужчина сейчас думает о вас. Особенно будет актуально, если вы действительно сейчас с ним в расставании, либо на расстоянии, либо на паузе, либо просто не живете вместе. Итак, что он думает о вас, когда вы не рядом, когда вы не вместе? Что этот мужчина думает о вас? И по мысли. Семерка мечей. Ну что, девчонки, увертливый. Где-то в чем-то не хочется произносить таких слов, но не искренне лживый даже. Мужчина, который умеет вывернуться из любой ситуации, выйти сухим из воды при любых обстоятельствах. И, скорее всего, к сожалению, девочки, полностью этому человеку доверять здесь нельзя, потому что по этому аркану здесь мужчина вот такой. В общем-то, как правильнее это сказать, я даже не знаю. Ну, в общем, вот такой человек, который умеет соврать, когда надо, умеет как-то подмазаться к кому-то, где надо, умеет манипулировать людьми, либо отношениями, либо с женщиной в отношениях проявлять вот такие энергии. У кого-то, не дай бог, но так, конечно, тоже бывает в жизни, склонен к адюльтеру, к изменам. То есть здесь на человека положиться, к сожалению, нельзя полностью, потому что это семерка мечей. В общем, некая неискренность, к сожалению, есть, либо ложь, либо обман, девчонки. Хитрец мужчина здесь. Какой еще он, давайте посмотрим, что за мужчина? Император. Но при всем при этом он позиционирует себя весьма серьезно, весьма, так знаете, он самоуверен, потому что император это тот человек, который о себе очень высокого мнения. То есть он считает, что он император, он считает, что он великолепен во всех отношениях, он считает, что его слово должно быть единственным, уж не просто последним, а лучше, если оно будет единственным. Мужчина, который мечтает о своей империи, либо уже имеет свою империю, которая своей руководит, либо, если нет, то в душе он император, он мечтает о том, что у него есть империя, о том, что он там главный, о том, что ему там все подчиняются. У кого-то, может быть, мужчина женатый, либо ваш муж, потому что император очень часто бывает в отношениях, либо имеет какой-то опыт, либо серьезных отношений, либо брака. Но вообще это не обязательно по той причине, что здесь в принципе самоощущение мужчины, еще какой мужчина. Ну вот, так и есть все, девочки. Девочки, способен разбивать сердца, девчонки, способен, к сожалению, этот человек легко разбить сердце женщине и пойти дальше спокойно вперед, даже особо не каясь и не переживая по этому поводу. Манипулятор. Мужчина, который умеет усидеть на двух стульях, двойственность у нас здесь вышла, причем девушка здесь с двумя пентаклями, соответственно, у него могут быть ситуации двоеотношений, допустим, либо пытается и вашим, и нашим, да, при этом будучи типа императором, то есть он может нести себя гордо как императора, поступать вот так. Но самое главное, он может здесь действительно разбивать сердце и дальше двигаться, дальше строить новые отношения, либо идти в какие-то новые перспективы. И особо, девочки, он разбивает сердце женщине, а сам он сильно здесь не страдает, к сожалению. Вот так, вот это да, нам показали сегодня человека. Но извините, мои дорогие, если как-то так грубовато получилось, но вот что есть, то есть, моя задача вам рассказывать то, что мне показывают. Хорошо, сегодня мы смотрим его не чувства, да, чувства мы смотреть не будем, мы будем смотреть его мысли. Вообще, в принципе, его мысли о вас. Его мысли о вас, давайте посмотрим. Императрица. Ну, по сути, вы здесь, он считает два сапога пара, вы пара с ним. Он император, а вы императрица. Мысли о вас высочайшего порядка, высочайшего класса, так сказать. Он видит вас императрицей, понимает, какая вы. Какая вы мощно энергетически, какая вы красивая, какая вы умная, какая вы самодостаточная. Ну, в общем, настоящая императрица. Мысли о вас именно такие, основное, так сказать, направление его мыслей. Он понимает, что такие женщины, как вы, встречаются по жизни очень редко. Потому что императрица – это действительно очень редкий экземпляр, который может встретиться на пути у мужчины любого в этой жизни. И, естественно, такими женщинами не разбрасываются. Еще мысли о вас, в принципе, вообще мысли о вас. Понимает, что между вами много противоречий возникает. Скорее всего, считает, что у вас непростой характер. Скорее всего, считает, что вы можете, имеете, так сказать, аргументы по любому вопросу, на любой его аргумент. У вас контр-аргумент есть. То есть с вами не так легко построить отношения. И плюс к этому у него вообще разноплановые мысли. То есть он может думать о вас очень хорошо, очень классно, позитивно. В то же время начинают какие-то закрадываться мысли. Так себе и борются друг с другом там в его голове. Каша-малаша такая. Куча мала из мыслей у него. И еще мысли о вас. Но считает, что характер сложный у вас. Еще мысли. Вот нам и показывают аркан мыслей. Очень много. Он не может от них даже избавиться, от этих мыслей. Какие-то может иллюзии питать в отношении вас. Не совсем трезво на вас смотреть. У кого-то может быть именно по той причине, что любит бокальчик второй-третий пригубить. Не зря я это сказала. А если же он к этому не имеет отношения, к алкоголю, да, то в принципе очень много каких-то мыслей и иллюзий. Даже иллюзий. Он может мечтать о вас. Особенно вечером, допустим, перед сном, когда ложится отдыхать уже, ко сну отходить, он может много думать о вас. Но мыслей нам показали очень много. Но не все они соответствуют реальности. Еще какие мысли. Еще какие мысли. Ох, как он хотел бы, чтобы ваши отношения были легкими, беззаботными. Может быть, даже ни к чему не обязывающими. Просто, чтобы вам было весело, классно, здорово. Причем, девчонки, сразу хочу обратить внимание на то, что это вообще никак не для всех, для небольшой части аудитории. Но вполне возможно, когда-то он мог вам что-то предлагать вот в этом плане. Видите, здесь двое мужчин и одна женщина. Вот. Ну, поняли, да, о чем идет речь? У кого-то может быть так. Но для большинства здесь основная информация в том, что легкости хочет. Эмоциональный, душевный какой-то, чтобы никто ничем не заморачивался, никаких претензий друг к другу не предъявлял. И, в общем-то, он вас видит, того человека, с которым легкость эту можно иметь. Но в то же время видит сложность вашего характера, а не так просто вас, наверное, уломать на эту легкость, скорее всего. Ну, а теперь будут вопросы у нас о том, сейчас вытащим еще несколько арканов. Что он думает о вас, когда вы с ним не вместе, не рядом? Есть ли вообще мысли о вас? Может, он вообще о чем-то другом думает вам? Ему, вернее, не до вас. Давайте посмотрим нам, какого покажет. А может быть, действительно любовь. Но если любовь, то мужчина действует, девчата. Думает ли он о вас? О, класс вообще. Что он думает, когда уходит? Когда он либо уходит, либо он не с вами, да? Не с вами вместе. Смотрите. Смотрите, как его. Не то мучает совесть, не то какие-то есть собственные какие-то блоки, неуверенности, комплексы, переживания. Здесь человеку реально плохо. Первый аркан, который нам показали, он может даже себя укорять. Совесть его может грызть, прям не давать ему покоя. Он чувствует какую-то вину перед вами. Это первое. А во-вторых, он может переживать, реально переживать. Может быть, о том, что вы не вместе. Либо о том, что он поступает с вами не совсем правильно. Либо о том, что есть что-то в вашей жизни, что действительно его в этот аркан гоняет. Еще. Еще какие мысли. Пятерка мечей. Слушайте, ну у него тут мысли. Кошмар. Когда вас рядом нет, еще и луна. Обалдеть. Да. Все покрывается арканом солнца. Суть такова. Этому человеку с вами действительно хорошо. Он понимает, что вы его пара. Вы с ним, по сути, близнецы. Здесь имеется в виду, что просто эти негритята, они вместе. Они сиамские близнецы практически. Не сиамские, извините. Сиамские сросшиеся. Но я не зря произнесла сиамские. Наверное, вплоть до того, что ему может быть кажется, что вы как бы сросшиеся в одно тело, в одну душу. Это просто близнецы. Но посмотрите, как им весело, ярко, хорошо, тепло под этим солнышком. Он понимает, что вы вот такая пара с ним. В то же время, когда вас нет рядом, я не могу сказать, что здесь человек конченый какой-то там эгоист. Хоть он и показали нам семерку мечей на дне колоды, лгуна, лжеца, в принципе, и мужчину вертливого, который в чем-то лжет в жизни. Но тем не менее, когда вас рядом нет, девочки, ему реально плохо. Вышли все арканы, которые указывают на то, что когда он без вас, ему без вас дико плохо. Кто-то может себя действительно винить в чем-то, кто-то может переживать, а как вы там, кто-то может переживать о том, что у вас что-то не складывается, либо о тех проблемах, которые между вами существуют. Но он впадает прямо в реальную депрессуху, если вас нет рядом. Он испытывает у вас потребность, ему нужна ваша энергия. Кстати, может даже подвампиривать вашу энергию. Он, безусловно, ведет себя порой как манипулятор с вами. Видите, за ниточки здесь дергает. Ему, кстати, кажется, что вообще и вы также поступаете с ним. То есть ваша энергия, она имеет на него какое-то вот такое влияние, очень серьезное и конкретное. Но без вашей энергии он жить не может. Без вашей женственности, без ваших чувств, без ваших эмоций. В общем, девчонки, мне показали, что без вас, мужчине, здесь очень-очень-очень плохо. Три вышли аркана, которые просто кричат об этом. А почему? Да потому что ему с вами хорошо. Кстати, если вы, допустим, сейчас расстались, да, и между вами произошла какая-то конфликтная ситуация, может быть, выяснение отношений, какой-то конфликт, плохо расстались с претензиями, с обидами, то ему еще и поэтому может быть плохо. Но вообще здесь мужчине в принципе плохо, когда вас нет рядом. Так что вот так. Ну хорошо, девчонки, давайте. О, башня вышла. Здесь действительно между вами либо башня произошла, либо вы расстались, либо это может в любой момент произойти, либо между вами какие-то такие страстные, бурные энергии в ваших отношениях. А также этот аркан может опять-таки говорить, вот как вчера был расклад, что вам пора что-то в корне менять с этим человеком. Какие-то очень серьезные перемены, изменения вам нужны в жизни с этим человеком, и возможно, они грядут. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели сегодняшний расклад. Буду очень благодарна за пальчик вверх, за теплый комментарий под моим видео. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех целую и люблю. Желаю всем счастья, любви, добра, всего самого светлого и прекрасного. Конечно же, гармонии и вдохновения, верных преданных партнеров и защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои дорогие и любимые. До следующего расклада. Будьте счастливы.